Ну то есть идея в чем заключается? В том, что вот это вот понятие правды в отношениях, оно такое кислое и гнилое на самом деле. Жить ради него это разрушать семью всегда. У женщины всегда своя правда, она мужскую правду с трудом понимает. У мужчины своя правда, он женщину женскую правду с трудом, потому что они живут в разных измерениях. Женщина живет в измерении любви, нежности, гармонии, отношений и все с позиции этого измерения она оценивает. Все поступки, события, все с этой позиции. А мужчина живет в измерении познания, победы над судьбой, преодоления трудностей, измерения ответственности, решительности, преодоления. Понимаете? То есть разное совершенно вообще восприятие мира, разные психические структуры отвечают за эти функции в целом. Поэтому, допустим, вы решили найти правду. Вот девушка говорит, я спокойно отношусь к тому, что он делает. Перестала искать правду. Супер! Вот это первый шаг любви. Потому что если ты продолжаешь искать правду, говоришь, он не такой, как я, как мне надо, вот, то ничего не будет, никакого счастья. Потому что правда заключается в том, правда заключается в том, что вы одинаковые с ним, с мужем своим. Именно одинаковые в чем? В отношении. Потому что все, что не одинаковое у вас с ним, у него с вами, все, что не одинаковое, он в вашей жизни не проявит. Такое может быть, что у каждого человека есть что-то не одинаковое свое. Но в этих отношениях он это не проявит. Если, допустим, человек разводит, в следующих отношениях он по-другому себя ведет. Есть похожесть, но многое отличается. Почему? Потому что другая судьба начинает действовать рядом с тобой. И ты реагируешь уже на нее. Ты становишься немножко другим в поведении, в отношениях, и жена своего мужа не узнает. Она говорит, вот интересно, со мной он себя так вел, а тут вдруг он совсем по-другому начал себя вести. А вот что тебе положено, так он с тобой себя и вел. А там, что положено, он так там себя ведет. Так устроена жизнь. С этой точки зрения мы одинаковые. Вот женщина – это минус. Минус означает, она все время к спокойствию стремится, к гармонии, к расслаблению, к удовлетворенности, к счастью. Это минус. Мужчина – плюс. Он всегда стремится к преодолению трудностей, к победе, к развитию. Ну, то есть, и вы одинаковые. Плюс с минусом – это абсолютно противоположные вещи. Поэтому одинаковость понять невозможно. Но они одинаковые. Допустим, сильная ранимая женщина какого мужчину получает? Туповато вот такого, грубого. Не реагирует ни на что. А иначе как он ее выдержит, ее сильную ранимость? Невозможно выдержать. Вот представьте, если он чуткий, а она ранимая, так он с ума сойдет рядом с ней. А она чуткого себе хочет. Она думает, я ранимая, мне нужен чуткий. Нет, тебе нужен туповатый. Вот, допустим, я очень быстрый человек по природе. Много дел, делаю такой, как бы, гиперактивный. Какая мне должна жена достаться? Гиперпассивная. Зачем? Чтоб меня остужать. Гасить. Иначе я буду перегружаться. Мне такая досталась. Она такая, вся расслаблена. Не торопится никуда. Часы ставит на полчаса побольше. Чтоб не опаздывать. И мы, когда куда-то с ней идем, то я люблю ходить быстро, а она медленно. И все. Аскеза даже вместе пойти куда-то, не то что жить. Я думаю, мы полностью несовместимы. Ну, все, полностью несовместимы. И трактат такой берут, дао. Лао-дзы. Лао-дзы трактат. Называется «Совместимость». Ну, я понимаю эти эзотерические вещи, и там написано. «Быстрый, медленная. Медленный, быстрая. Толстый, худая. Худой, толстая». И тогда вот она, где совместимость-то оказывается. Это противоположности оказываются полные. То есть, если женщина гиперволюбая, гиперактивная, то какого мужа она получает? Гиперпассивного и безвольного. В отношениях имеется. И так далее. То есть, понимаете, то есть, вот и все, мои хорошие. И что остается? Терпеть, принимать, прощать. И закончить сражаться за свою правду. Она никому, кроме вас, не нужна. Ни детям, ни мужу, ни родителям. Она только ваша, эта правда. И вам только нужна. Что за нее сражаться-то? Если вы хотите, чтобы они, близкие люди, поняли вашу правду, поймут обязательно. Если вы ее не будете навязывать на раз, успокоитесь, по-доброму будете к ним относиться. Они сразу же начнут понимать вашу правду. Потому что и так они слышали тысячу раз, какая вам правда нужна, уже все все знают. Но принять не могут, потому что это насилие. Любая правда, это насилие. Когда ребенок двойку получает, родители хотят ему за двойку наказать. Это насилие. Хоть это правда. Он должен быть наказан, но это насилие. Но если вы свою правду не доказываете ему, что он должен без двоек учиться, а попытаетесь его правду понять, то есть принять ребенка, успокоиться, начать с ним беседовать, вы много интересненького узнаете. Узнаете, что он на самом деле этот предмет вообще никогда не выучит в жизни, потому что это не его природа его изучать. Узнаете, что у него тяжелый период в жизни идет, что учительница не дает ему нормально усваивать материал, потому что она ведет себя очень жестко. Узнаете, много всего, что кроме шалости, которая тоже присутствовала, привела его к двойке. А также узнаете, что вы когда дома сидите, и там муж хоккей смотрит, жена болякает по телефону, все расслаблены и хотят наслаждаться отдыхом. А ему-то надо паскезу совершать, учить, уроки. А ребенок не может, потому что у него волевые функции еще не разные. Вот представьте, вы встаете рано утром, такие, и надо молитву читать, а все спят вокруг. Так действует атмосфера. Взрослый человек еще как-то может атмосферу преодолевать тяжелую, расслабляющую его. Взрослый может. Но не ребенок. Ребенок не может вообще. Вы, если хотите знать, что такое атмосфера, приедьте в святое место. Даже просто у нас на фестивале благость, люди приезжают, они легко встают рано утром, легко ложатся вовремя, потому что много-много людей делают так вокруг, и это создается энергетику, которая вот легко. Понимаете, это означает атмосфера. В святых местах тысячи людей одновременно делают все так же. Там вообще легкотня. Но дома, когда все спят, тебе надо вставать, молиться, никакой легкотни нет. Ты встал, тебя повело вниз. Так действует энергия вообще. Но ребенок не способен на то, чтобы преодолевать вашу взрослую энергию, волей. Вы балдеете дома вечером, а ему надо учить уроки. Поэтому он тоже будет балдеть по-своему, по-детски. То есть, как у него по-детски? Это компьютерные игры, мультики какие-нибудь, еще что-нибудь. Ну, в зависимости от его возраста. Будет балдеть. А уроки учить не будет, потому что вы не создали нужную атмосферу. Так что, мои хорошие правды, у нас много тут своей в жизни. И мы этой правды много уже семей поразрушали. Но знайте, что вам ваша правда, то есть, ваше понимание, как надо жить вместе, оно вам не поможет. Не поможет в семейной жизни. Допустим, вы начали изучать, как правильно жить. И здесь вообще опаснее всего. Вот смотрите, допустим, вы изучаете обязанности человека в семейной жизни. Женщины, естественно, внимательно слушают обязанности мужчин. Мужчины очень внимательно слушают обязанности женщин. А надо затыкать уши, когда говорится об обязанностях противоположного человека, потому что, услышав их, ты утверждаешься в чем? В своей правде. А вот это как раз и разрушает семью. А надо, наоборот, слушать о своих обязанностях, а не хочется. Допустим, мне человек задает вопрос, Олег Геннадьевич, вот мне муж как бы вот не нравится, как он себя ведет. Я просто классика жанра вам рассказываю. Я чем занимаюсь? Я в это время смотрю, как человек сам неправильно себя ведет, который задает вопрос, и ему начинаю об этом говорить. И он сразу, а, ладно, все, я понял, хорошо. Импульс к изучению темы заканчивается. Вот если бы я про мужа что-то сказал, ну, как бы подтверждающее, очень интересно было бы послушать. А если я говорю о тебе, то сразу, а, да, 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 Олег Геннадьевич, все правильно, все. Дальше, как бы, все, разговор закончен. Почему? А, потому что неинтересно нам слушать о себе, и так все понятно. Но что-то нам не хочется вот сильно в эту сторону смотреть. А именно эта сторона и поменяя, помогает поменять судьбу. Причем здесь тоже зависать не надо. Некоторые женщины так, ой, я такая плохая в отношениях с мужем. Ты не такая плохая, а просто плохая, и все. Перестань думать о себе, начни что-то делать хорошее. Один раз сказал себе, что плохая, десять раз делай какой-нибудь хороший поступок. Это правильное мышление, а не сидеть постоянно, я плохая. Это тоже не вариант для того, чтобы побеждать судьбу. Не вариант вообще. Особенно если вы мужу скажете, что я такая плохая в отношениях с тобой. Вот ему будет интересно послушать. Он на всю жизнь запомнит. Запомните, есть три категории людей в развитии, в отношениях. Первая категория – невежественные люди. Им вообще нельзя говорить о своих недостатках. Они потом вам всю жизнь об этом будут напоминать. Есть страстные люди. Невежественные люди очень эгоистичны по природе. Они сильно хотят любви. Это признак невежественного. Человек может быть хорошим, он молитву может читать. Он может правильно жить, питаться, не выпивать, не курить. Но он сильно жаждет любви. И в любви он невежественный. И если вы ему скажете о своих недостатках, допустим, вы скажете, а я вот в молодости гуляла с парнями, как бы, даже в групповом сексе участвовал один раз. Допустим, вы скажете своему мужу. А он невежественной любви, он жаждет любви, как бы. Он такой, все, я тебе этого никогда не прощу. Чего ты не простишь-то? Ты-то знаешь сам, как ты, как бы. Самое главное, что он сам не лучше. Вот, но понимаете, у нас же есть еще прошлая жизнь, если там все рассказать, еще позапрошлое, еще все-все рассказать, что мы там делали, вытворяли, тогда уж вообще никогда не простишь. Это же смешно просто. Человек только начал жить с близким человеком, и он не может простить то, что он делал до этого. Так логично, о чем подумать, если ты, как бы, взял замуж меня такую, так что теперь, в чем обвиняешь? Смешно? Допустим, вы покупаете какой-то товар, вам показывают он, как он работает, говорит, вы согласны вот с этим совсем, что это запорожец, это не Мерседес. Согласен, покупает. Потом приходит и говорит, да вы что мне это запорожец продали? Да ты сам его купил. Чего теперь возмущаешься? Это такого мышления, то есть сильная жажда счастья, человек начинает становиться недовольным. Он начинает возмущаться. Вот, допустим, тоже лечишь человека, если невеста на человека лечить, взял, так и будет. Он полечился. Одна женщина пришла ко мне и говорит, вы мне не помогли, я буду жаловаться там и так далее. Такая очень агрессивная настроение. Я, ну я же вижу, помог я или нет. Я говорю, у вас давление лучше стало? Она говорит, да, давление лучше. Хорошо. У вас, говорю, суставы лучше стали? Суставы лучше. И там несколько еще моментов перечислил. Она говорит, но печень как болела, так и болит. Я говорю, так смотрите, сколько хороших изменений. Почему бы вам об этом не думать? Говорю, потому что печень болит только у тех, кто гневается. А вы постоянно на нервах. Поэтому и болит. Что вы сами себе помочь не можете. Не знаю, поняла она меня или нет, но понимает невестный человек, он чем занимается? Всем доказывает свою правду постоянно. Это означает просто такое сознание, неразвитый человек. Поэтому ему нельзя говорить о своих недостатках. Раскрывать секрет. Это будет неправильно. Теперь есть страстный человек. Страстный человек, он в любви не такой жаждующий, но он все равно зависим. И поэтому, если ты ему рассказываешь, допустим, о своих недостатках, он не будет тебе всегда напоминать о них. Но когда ты будешь с ним ругаться, спорить, он напомнит. Поэтому даже страстному человеку нельзя рассказывать о своих недостатках. Только благостному можно рассказать. Если вы убедились, что он благостный. Благостный это тот, кто прощает, переваривает все, принимает тебя таким, какой он есть. Если ты его рассказал, он тебе еще поблагодарит, скажет спасибо, что ты мне рассказал о своих трудностях. Мы обязательно с ними вдвоем справимся с тобой. Ну, то есть он не воспринимает человека с позиции недостатков, благостный человек. Но таких людей мало. Понимаете, благостный человек это самодостаточный в любви. Поэтому он и не беспокоится о недостатках близкого человека. Он говорит, все, справимся со всем. Он говорит, ну разве мы, ну что же мы, случайнее прохожие, Пускай немного разные, но в общем-то похожие. Обиды перемелятся, случайнее, недавнее. Давай отбросим мелочи, давай оставим главное. Понимаете, главное означает хорошее в человеке. Вот это и оставь. Самое главное, что он с тобой столько лет живет, свою жизнь тебе отдает. Он тебе детей подарил. Или она. Вот это главное. Вот человек тебе жизнь свою отдает, а ты перед ним выкоплучиваешь. Богу это не нравится. У тебя свои принципы, взгляды. Перестань диктовать свои принципы, взгляды. Прими, что человек не может их понять. Потому что мы все очень сильно разные в этом мире. Очень сильно разные. Даже в компании большой, интересно так Бог устраивает, есть четыре типа руководителей. Я просто как бы менеджером тоже читаю лекции руководителей. Есть четыре типа руководителей. Есть идеолог, человек, который видит перспективу развития. В отношениях с людьми, то есть он развивает людей. Есть идеолог процессов. Он видит, как развивать компанию. Есть администратор людей. Человек может наладить производство, чтобы все работало. Ну то есть людей, коллектив, управлять коллективом. А есть администратор производства. И все эти четыре типа руководителей, у них абсолютно противоположное мышление. У всех четырех. Понять друг друга невозможно. Просто невозможно. Потому что мышление разное. Один как бы вперед показывает пальцем. Другой говорит, да куда вперед. У нас еще здесь процесс не налажен, а вы хотите уже менять. Третий говорит, надо людей вкладывать, их развивать духовно. А четвертый говорит, какой вклад? Надо их наказывать. Потому что дисциплина нужна. Понимаете, каждый свое, если будет гнать, фирма разрушится. Единственный способ ее сделать сильной, это когда они свою правду не навязывают всем остальным. А просто понимают, что невозможно всем этим четверым понять друг друга до конца. Нужно просто искать общие соприкосновения. И сотрудничать. Сотрудничать означает любить. Сначала принять друг друга, потом любить. И тогда все предприятие процветает. Просто четверо человек вот этих вот друг друга приняли. Перестали им доказывать друг другу свою правду. И все пошло развиваться. Представляете? То есть, другими словами, надо научиться этот мир принимать именно так, что у тебя своя правда. Это факт. Но у людей других тоже есть своя правда. И когда ты начинаешь свою правду поджимать, а правду других принимать, это называется любовь. Понимаете? А когда ты свою правду доказываешь людям, тогда любовь разрушается. Потому что правда всегда разрушает любовь. Поэтому, когда человек осудит, суд идет. Там любви нет. Там, вернее, должна быть любовь, но там вот разрушает правда. Человеку объясняют, что ты должен быть наказан. Это правда. Но, понимаете, семья – это не суд. Это не судебный процесс. Это другая совсем формация жизни, которой ты должен принять человека со всеми его прибабахами. А еще раз повторяю, у женщины абсолютно своя правда, у мужчины абсолютно своя. И они по факту, по определению, вместе нормально жить не могут, если не пройдут определенные стадии развития. Первая стадия, стадия развития любого человека – это безразличие. Если, допустим, вы увидели, ваш близкий человек безразличен, ну, ко многим вещам. Это его просто уровень развития. Не то, что он плохой, не тот человек попался, надо его бросить. Как знаете, допустим, купил лебедя, а оказался гусь. Все, он как бы никогда лебедем не вырастет, шея никогда таким длинной не будет, он лебединой повадки, лебединой верности не будет. Он просто гусь. И все. Но люди не такие. Люди все на первой стадии безразличны. Неужели ты не понимаешь, что я чувствую? Не, не понимаю. Ну, безразличны просто. Это его стадия развития. Ты тоже такая же. Тоже не понимаешь, что ему в жизни нужна поддержка, он там зашивается на работе, тебе по барабану. Безразличие – первая стадия развития человека. Вторая стадия – человек начинает развиваться, как личность изучает, как правильно жить, и переходит на вторую стадию. Вторая стадия называется «Правда выше человека». Ну, то есть, мясо жрешь – значит, демон. Выпиваешь – значит, деградант. Гульнул один раз, все, предатель на всю жизнь. Вот, и так далее. То есть, понимаете, человек ставит принципы выше человека. Это фанатизм. Вот эта стадия, вторая стадия. Это естественная стадия развития человека. То есть, вот человек начал заработать над собой, и он начинает видеть чистоту, красоту этого мира. Естественно, когда он сталкивается с грязью, ему это уже не надо, понимаете? Это фанатики. Они никогда не примут уже людей, которые грешат в своей компании. Пока они перейдут на следующую стадию. Называется «человечные люди». Человечные люди – это те, которые понимают, что люди развиваются, каждый на своей стадии развития. Алкоголик – это стадия развития. Это не то, что человек плохой. Просто он такой настолько развитый. Допустим, человек безразличный ко всему ничего. Мы его оттаим. Потихонечку он оттает. То есть, надо с ним развивать его потихоньку, и все. И он разовьется, станет внимательным. Нужно время. Приведу пример, допустим. Играют дети. Воспитатель идет мимо, и один ребенок раз – начал драться. И все такие дети против него ополчились, начали как бы агрессировать на него. Воспитатель берет этого ребенка. Не трогайте его. Все будет хорошо. Повела его. А другой воспитатель говорит – правильно, бейте его. Гад такой, он уже всех замучил. Одни пенгалы каждый день на уроках. У меня был один мальчик, лечился гиперактивный. Он пришел такой. Ну такая мама говорит – вы мою сыну поможете? Я говорю – конечно, поможем. Но я был как-то слишком самоуверен. Потому что через пять секунд после этого у меня там в столе была такая. Такая затычка, чтобы провод просто вставать. Он такой под стол залетать. Затычка такая. Полетела. Потом выскакивает из-за стола, такой за угол забегает. Свет вырубается. Все. Рупильник выключил, короче. Ничего себе! Я таких еще не видел. Я ему поставил лечение, короче. Такой сел, такой сидит, такой. Он двигается. Я его затормозил. Такой сидит. Я говорю – смотрите, какой хороший ребенок у вас. Он такой застыл, такой вообще. Я думаю – слава богу. Ну, я так к нему относился. Она же мать. Она говорит – Олег Геннадьевич, лучше верните назад. Потому что он когда вот так себя ведет, по крайней мере развивается. А если он такой вот, как курица будет, так… Вообще никаких вариантов нет. Знаете, ну, как бы отрегулировали схему лечения. Но идея в чем заключается? Она мать. То есть она по-доброму к нему относится. И она понимает, что его это поведение – это просто его уровень развития. Что он пока не развит. Что придет время, и он станет развитым, и будет вести себя по-другому. Вот так надо воспринимать всех людей. В том числе своего мужа и свою жену. Ну, почему мы так не воспринимаем человека? Потому что мы ждем счастья от него. Пока ты разовьешься, у меня вся жизнь пройдет. А мне счастье надо прямо сейчас. Поэтому или стань развитым прямо сейчас. Или уматывай. Понимаете? Неправильное мышление. Мы же так вот в жизни никогда не делаем. Допустим, вот надо ребенка вам прямо сейчас, а придется вынашивать 9 месяцев. Его же не родишь прямо сейчас. Вот раз и все. Получится выкидыш. Или, допустим, в туалет захотелось, прям сразу, все не вылетает, надо посидеть, подумать. Видите, тут мы как бы совсем согласны, да? Мы терпим, как бы ждем, когда все выносится, вылетит. А мы же ждать не хотим. Что-то как-то нечестно получается. Видите, все, что связано с нашими процессами, мы терпим, ждем. А все, что связано с процессами в другом человеке, ждать не хотим. Вот это и есть, о чем я говорю. То есть человечный человек, он понимает, как все происходит в жизни. У него есть знания. Он понимает, что человек не меняется сразу. Поэтому он вкладывает свою силу ожидания в процесс развития. Он соединяет силу ожидания с процессом развития. Потому что иногда ожидания не хватает, терпения не хватает. Значит, неправильно состыковка идет процесса. Нужно столько терпения вложить в человека, сколько нужно для его развития. И тогда тебе будет комфортно с этим человеком. Ты поймешь, что он нормальный. И будешь понимать, видеть стадии его развития. Вот так устроена жизнь. Вы скажете, а может вообще как бы с неразвитым лучше не связываться? Согласен. Вот сначала, вы когда ознакомитесь, лучше с неразвитым не связываться. Теперь скажете, а почему же я связалась с неразвитым? А потому что ты сама неразвитая. Если ты была развитая, ты бы увидела неразвитого. То есть, видите, если ты вот с таким связалась, значит, тебе такой положен. Вот ты такая. Вот и развивайтесь вместе. Это же нормально. Вместе весело шагать по просторам. Ну так надо жить. Отношения означает, что надо понять, что все закономерно, ничего случайного, не повезло мне. Все повезло, все так, ты просто того достойна, что получил. Нет такого, что не повезло. Просто не ожидала я, что у меня такая тяжелая семейная карта. Не ожидала, ну, всякое бывает. Мы же не знаем, что мы там вытворяли в прошлом. Можно посмотреть. Можно посмотреть на своих родителей, как они жили. Уже будет примерно понятно, что тебя ждет. На своих градях. Иногда у родителей все нормально, у братьев, сестер. Тоже можно посмотреть. Тоже похожая судьба. Может быть. Понимаете? И тогда уже понятно, что ждать. Доктор, врач один, врача, пациент спрашивает. Доктор, мне можно вообще на что-то надеяться? Он посмотрел, он говорит, смотри, а на что ты будешь надеяться? Ну, то есть, если ты там ждешь чего-то как бы бесконечного, тогда нельзя. А если как бы согласен со своей судьбой, тогда можно на что-то надеяться. Понимаете? Надо принимать свою судьбу, это начало пути. Судьба, это не значит, что человек больным всю жизнь будет. Он выздоровеет. Но начало пути вот такое. Иногда люди просто не понимают друг друга. Просто элементарно не понимают. Ко мне пришла на прием женщина с запорами. Я говорю, для того, чтобы у меня лечиться, вам надо ходить три раза в неделю. Я имел в виду на лечении. Она говорит, я могу только один раз. Я говорю, ну я... Это мало. Я не смогу тогда вас вылечить. У меня мало времени. Она говорит, ну я могу чаще. Но мне тогда нужна помощь. Я говорю, какая помощь? Она говорит, ну лекарственная, естественная. Я говорю, лекарственная помощь нам не нужна, мы же естественными средствами лечимся. Так, говорю, вы будете ходить три раза в неделю или нет? Он такая смотрит, я не знаю, ли когда. Спасибо большое. У нас есть ребята, которые мне организуют лекции, уже много лет, они решили рискнуть, сделали такое ведическое кафе. Ну, при ведическом центре, сделали такое ведическое кафе и работают всего по несколько часов в день. То есть я знаю, что они делают обеды в воскресенье и в среду. с трех до пяти часов время обедов. По-моему, тут так написано, я точно не знаю. По-моему, с трех до пяти. И вот есть визиточки, можете приходить, попробовать, как вот с молитвой люди готовят ведическая кухня. Поддержите этот проект, потому что, ну, как бы, нуждаются ваши поддержки. Приходите, обедайте туда. Такие проекты трудно развивать. Такие проекты трудно развивать, потому что там водку не продают, оборот маленький, поэтому вот они год уже вот так вот на общественных началах просто, чтобы это было хотя бы. Таким образом живут. Ладно. Еще хочу сказать, что у нас есть клуб «Благость» в Перми. И уже существует шесть лет. И в этот клуб можно приходить тоже для развития, для самосовершенствования, для поиска друзей. Вот. Ребята, девчата тоже здесь есть, вы из этого клуба. Где у нас руководитель встанет? А? Из Челябинска, да? Я сказал Пермь? Да. Но это уже, как бы, склероз. Да, потому что я от Перми до этого. Вот. Где вас встретить сегодня после лекции? У вас столик есть в клубе «Благость». Все? Вот подходите к столику, общайтесь. Вы можете все или свой клуб «Благость» создать. Для этого нужно просто по руке обучение онлайн, бесплатное обучение. И можно в любом городе, в любом месте создать свой клуб «Благость». Или можно в Челябинске новый клуб «Благость» открыть. Еще если вы хотите у себя приглашать людей. Дома там или где-то еще. Итак, мы с вами изучаем тему отношений. Очень важно знать, что напрямую судьба человека зависит от этой темы. И в отношениях есть два момента очень важных. Первый момент – это насколько я самодостаточный человек. А второй – насколько я готов к несправедливости по отношению к себе, которую я воспринимаю как несправедливость. Насколько я готов с ней иметь дело так, чтобы ее превратить в справедливость. Есть три типа несправедливости. Сейчас объясню. Они все требуют разной дистанции. Первый тип несправедливости – это когда тебя бьет близкий человек, пьет развратом, гуляет, занимается. Дистанция максимальная. Если человек так себя ведет, его не надо к себе подпускать. Никогда не позволяйте себя унижать. Когда человек так себя ведет, это предательство. Предательство. Предательство терпеть нельзя. Ни от мужчины, ни от женщины. Но бросать не надо человека. Нужно выбрать такую дистанцию. То есть или жить отдельно, или в разных комнатах существовать. Или вы служите, заботитесь о человеке, или вообще его без заботы оставляете, но никогда не говорите ему, что вы его оставили. Вы просто ставьте условия. То есть за такие поступки нужно наказание всегда. То есть ты наказываешь человека, но при этом говоришь ему, я готова, я жду, когда ты согласишься, что так жить нельзя. И готова заботиться тебе, служить и так далее. Понимаете, да? Второй тип отношений, когда человек торгуется. То есть он говорит, вот если ты мне то, я тебе то. Тогда в этом случае нужно сказать, согласиться с человеком. Но предупредить, что сама торговля – это нехорошая вещь. И я как бы в следующий раз могу по-другому среагировать. То есть надо выполнить желание человека. И если он сам не выполняет свое желание, надо ему об этом сказать. Ну то есть он сказал, если ты то, значит я то. Хорошо, я вот то. А если ты не то, тогда почему? Ну то есть если человек торгуется, надо выполнять его желание. Если они не являются аморальными. Аморальные желания никто не обязан выполнять. Но если они нормальные просто человеческие желания, надо согласиться выполнять. Не надо торговаться тоже. Надо выполнять, но потом взамен воспитывать человека. Допустим, ты выполнил, а он не выполнил. Надо ему сказать, смотри, это неправильно. У меня разрушается энтузиазм в отношении. Объяснять ему. И он не сразу поймет, нужно время. Потому что если он так себя ведет, значит это его уровень развития. То же самое, если человек бьет, пьет и изменяет, это его уровень развития просто. Надо ждать. Дистанция зачем нужна, чтобы себя не терять? Если человек приближается сильно к человеку, который пьет, бьет и изменяет, он сгорает как личность, он теряет себя. Это невозможно на короткой дистанции с огнем находиться. Когда человек грешит, он как огонь. Рядом с ним близко, ты теряешь себя. Тебе плохо становится, ты не можешь, самобладания нет, ты готов его убить там или унижен сильно в отношениях, на все согласен уже. Ну то есть, близкой дистанции нельзя, нужно быть достаточно самодостаточным, чтобы жить с такой судьбой. А если ты бросаешь эту судьбу, она все равно тебя найдет потом. Вот дальше следующий вариант, когда человек, ну не такой, не злой, как бы не по-злому себя ведет, а он слишком хочет много от тебя. Он, у него своя правда есть, он тебе демагогию читает там, или капризничает своей правдой. То есть, женщина капризничает своей правдой, мужчина демагогию читает. Ну то есть, сильно хочет своего в отношениях. Надо согласиться, надо принять его правду, другого пути нет, согласиться с его правдой, хотя это очень унизительно кажется. Поэтому, если вы почувствуете, что вы не можете принять его правду, значит, вы не готовы вообще к отношению. Нужно быть достаточно сильным внутри, достаточно наполненным Богом, чтобы принять правду близкого человека. Служить ему так, как он хочет жить. Но при этом воспитывать. То есть, вы, если вы приняли его правду, но при этом никак не реагируете на его неправильное поведение, то вы становитесь униженным в отношении. Можно и так, допустим, можно принять правду человека, и вообще ничего ему не навязывать, ждать, когда он сам все поймет. Это очень трудно. Для этого надо много молиться. Я так живу, мне нравится. Я вообще ничего не доказываю своему близкому человеку. Она говорит, вот так делай, я делаю так, вот так делай, я делаю так. Но я при этом не унижаюсь. Я могу шутить с женой. Я говорю, моя дорогая, как ты думаешь, у нас в семье бывает, что два человека неправы? Или только один все время неправы? Я шучу с ней, да? Она думает, я не знаю, что тебе сказать. Знаете, я не ругаю, я просто ей даю возможность понять, развиваю ее таким образом. Но так очень трудно жить, я вас предупреждаю. Она развивается хорошо в результате. Но так жить очень трудно. Легче выполнять перед человеком и потом ему говорить, ждать от него тоже выполнение. Если он не готов, значит тогда дистанция. Не выполнять то, что он хочет. И не ждать. Просто чуть подальше выполнять свои обязанности, которые вы можете. Желать счастья, молиться за человека. И ждать, когда он готов к сотрудничеству. Если он готов попробовать, чтобы он понимал, что вы тоже человек, у вас есть свои желания. Потому что обычно люди видят только свое и как бы свое понимают. А других не понимают. Так устроен этот мир, так устроены люди. Ничего не сделаешь. Следующий вариант. Когда человек готов служить, заботиться, развиваться как личность. И ты готов служить, заботиться, развиваться как личность. То дистанция может быть ближе. Вы можете обсуждать все там и все. Но здесь тоже будут трудности. Потому что у женщины есть эмоции, капризы. Это естественно. У женщины она когда устает, начинает капризничать, эмоционально себя ведет. И мужчина должен в этом случае не обращать на это внимания. Спокойно к этому относиться. У мужчины тоже есть трудности в характере. Он иногда ведет себя резко. Может молчать, не разговаривать. Может, допустим, ну, вести себя немножко неадекватно, допустим. Это признак усталости. Вот когда женщина устает, она капризничает. Эмоционально реагирует, капризничает. Когда мужчина устает, он ведет себя жестковато. Тоже может капризничать или молчать, не разговаривать. Но он капризничает никак женщина. Он агрессирует часто. Ну, чисто. Бывают и люди перевернутые отношения. Бывает, женщина агрессирует, мужчина молчит. Такое тоже может быть. Мы об этом еще попозже поговорим. Но идея в чем заключается? В том, что очень важно понять, что если мы не готовы терпеть эмоции близкого человека, значит, мы его не любим. Не хватает любви. Потому что когда ребенок капризничает, все принимают. Вот ребенок орет, допустим, ничего страшного. Он же ребенок. Точно так же ребенок, точно так же взрослый человек может капризничать, потому что у него не хватает сил. У всех не хватает сил, когда они все капризничают. Хоть взрослые, хоть дети. И надо просто это принимать. Вот у меня жена такая, когда у нее не хватает сил, она так себя ведет. Надо себя объяснять и другим. Ничего страшного. Муж, когда не хватает сил, он так себя ведет. Ничего страшного. Допустим, муж там раз такой. Я тебя бороду набью, жена. Пойдем, пойдем, пойдем. Все, все, пойдем. Раз, и убила оттуда. Почему она знает, что он устал просто? Когда он устал, он морду всем хочет набить. У него такой характер. Ничего страшного. Раздеваемся, воспитываем. Если она его любит, он будет ее слушать, он с ней пойдет. Любовь оттягивает. Когда люди повораться, хотят, любовь их растягивает. Если любовью потянуть, он пойдет. Если с ней любовью, он тебя еще подтолкнет тогда. Понимаете, любовь всех растаскивает. То есть можно успокоить любовью человека, если ты его любишь достаточно сильно. Вы скажете, если у меня чувств к человеку нет. Есть два варианта. Первый вариант. У вас нет чувств к нему, потому что вы ему недостаточно служите. А служить надо человеку не из любви, а из чувства долга всегда. Просто делать то, что надо для него. И это рождает любовь потом. Через благодарность. Он становится благодарным тебе, и ты через благодарность видишь в нем чистоту. Начинаешь ее любить. Не любишь человека, значит не видишь в нем хорошего. Не видишь, значит недостоин видеть. Недостаточно служишь. Первая причина, почему нет чувств. Вторая причина, ты служишь человеку, видишь благодарность, но чувства вдруг кончились. Это плохой период жизни. Он бывает у всех людей. Часто, когда чувства кончаются, люди начинают гулять, бросают близкого человека. Думают, что все теперь никогда, уже ничего не появится. Это иллюзия, так думают. Вот у кого чувства близкому человеку закончились, что-то неожиданное. У вас закончилось. Плохой период. Еще год, и все опять появится. Есть еще одна причина. У вас длительный плохой период. Уже давно закончились чувства, но это плохой период. Но есть еще одна причина. Вот у вас есть вторая причина. Когда люди живут друг с другом и пользуются, пользуются друг другом, но не служат. То есть можно служить, но при этом корыстно, не бескорыстно. Понимаете? То отношения засоряются. Вот у вас они начали засоряться. То есть вас отшибают друг от друга, потому что ниточка засорилась между вами. То есть вы не чистите отношения. Нет вот этой вот самопожертвования в отношении. Бескорыстно нет, значит они тают. Каждый на своем принципе стоит. Вот мне нужна такая жизнь, мне нужна такая. То есть стали на принцип. То есть вот эти вот люди, которые правду ставят выше человека. Значит все будет разрушено. В первом случае, когда человек безразличный, все разрушается. Когда правда выше человека, тоже все постепенно разрушается. Единственный вариант быть человечным человеком. То есть человек выше правды. То есть я просто считаю, что хотя бы один человек в нашей семье должен быть счастливым. И это не я, а он. Поэтому я делаю его счастливым просто и все. И он становится благодарным, и энергия любви запускается таким образом. Может быть в вашем случае нужно месяцев семь запускать ее, чтобы она пошла. Долго уже вы сильно как бы отношения сильно осквернили. Вот так вот. Бывает, есть и разные стадии осквернения. Первая стадия отчуждения называется. Просто холод сердце. Ну как живем вместе, как друзья говорят. Ну то есть никаких чувств нет, холод сердце. Признак, где не было служения друг другу глубокого. Не было. Первая стадия холод сердца, отчуждение. Вторая стадия неприязни. То есть человек вообще как бы... Олег Геннадьевич, поймите, ладно там, но нет любви. Мне неприятно с этим человеком жить. Это вторая стадия неприязни уже. Сильная забитая вот эта вот. Ниточка любви, вот эта сильно забитая. Третья стадия отвращения. Вот на этой стадии отвращения уже трудно семью сохранить. Неприязнь еще как-то можно выкарабкаться. Но вот неприязнь это два года надо где-то. Холод сердце, год надо человеку служить, чтобы очистить. Ну в среднем. Есть люди, которые быстрее, конечно. Но спрашивают, а сколько они копили это? Вот это другой вопрос, понимаете. Если человек, два года они там, у них любовный, вот это вот то, что Бог дарил, да, называется влюбленность. Медовый месяц два года прошел. И дальше они начали постепенно остывать друг к другу. И там 10 лет прожили. И холод сердце. Сколько копили? 10 лет. А очищать всего год. Это нормально. Понимаете? Ну то есть не копите, не надо будет очищать. Если вы чувствуете, что-то вам неинтересен человек, ну пойду подружкам. Позанимаюсь своими делами. Что на него обращать внимание, если мне с ним неприятно. Все. Дальше будет еще хуже. И еще хуже, еще хуже, еще хуже. И потом просто разрушение семьи. И вы скажете, ну и ладно. Что париться-то? Найду себе новенького. Одноразовый муж, да? Одноразовую ручку пописал, выбросил. Муж тоже одноразовый, да? Как бы попользовалась, выбросила. Не работает система. Если вы так решили в одноразовые отношения играть. Счастье пока есть, живем нет, до свидания. Гражданский брак. То есть одноразовые отношения заключили. Пока счастье есть, живем нет, как бы до свидания. В следующий раз будет хуже. Потому что Богу не нужны такие одноразовые отношения. Он будет наказывать за это. Если вы не хотите вкладываться, не хотите. А вкладываться означает верить в человека. Доверять ему, доверять своей судьбе. Вера бывает разная, дорогие мои друзья. Бывает огромная вера. Она просто разрушает все препятствия жизни. Вера даже может спасти жизнь человеку. Так сильно действует вера в отношениях. Но это не дешевая вещь. Это уже третья стадия отношений. Когда люди сначала приняли друг друга. Потом благодарны стали друг другу. А потом искренность пошла в отношениях. Это значит, что они уже оба встали на путь развития. Они оба молятся. Искренние соотношения. Они чистоту сильно видят друг другу. Вот тогда на этой стадии развивается верность. А верность это сила, дающая удачу в жизни. Вот если у вас верность есть в отношениях. Чувство собственного достоинства сразу станет сильным. Вот если вы чувствуете, что человек верный, с которым с вами живет. У вас сразу сила внутри сердца. У женщины, у мужчины. Сила сразу. Эта сила означает удачу. Чувство собственного достоинства, когда правильно стоит в жизни. Это несет удачу. Достойный человек сразу беден. Девушка становится очень красивым. Мужчина влиятельным. Чувство собственного достоинства всегда расходуется в отношениях. Неправильных. Допустим, человек достойный. Он помолился. У него достоинство, чувство сильное. Если отношения не сформировались, оно будет съедаться. Он будет или гордиться собой, или унижаться. Или суетиться, или в депрессию входить. Если три способа разрушить чувство собственного достоинства. Или человек в суете живет. У него достоинство слабое. Или он разочаровался в жизни. Достоинство слабое. Или он униженный, или возгордился. Это все от неправильных отношений идет. Если ты унижаешься, ты делаешь гордым человека. Если ты в депрессии, он будет суетиться. Если ты в суете, он в депрессию войдет. Понимаете? А когда верность означает правильное отношение, это значит, что люди испытывают счастье. Потому что когда человек суетится, он не испытывает счастья, в депрессии не испытывает, униженной не испытывает, гордый тоже не испытывает. Счастье можно испытывать только когда ты правильно живешь прямо сейчас, а для этого надо принять судьбу. Часто психолог говорит, живите прямо сейчас. Не ждите будущего, живите прямо сейчас. Это неправильное мышление. Человек не может жить прямо сейчас, если он не принимает судьбу, а для этого надо ее вытерпеть, перевалить, вымолить. Тогда ты прямо сейчас будешь жить, а так невозможно. Когда человек верит в Бога, он не суетится, не живет будущим, но он знает, что все будет хорошо.